доброе утро друзья практически три часа мы только сели завтракать на дни потому что мы бездельники на когда приехали вчера от мамы из гостей стали убираться и в итоге легли спать 5 5 10 минут 10 минут 5 10 5 4 5 катя всю кухню там просто вымыла каждый закуток я разбирался чемоданами проводами в общем вчера вечерок был веселый сериал не посмотрели ничем не занимались только гряне я носился по комнатой сет разбирал катя тут ползала сегодня устроим себе день без денег сейчас будешь полисать после завтрака какие планы чем хочется в мебель сгонять до хочется на в миллион мелочей еще сгонять по поводу миллиона мелочей я хотел сказать смотрите у нас здесь видите такая конструкция вообще выглядит супер колхозно после того как в доме сделали ремонт вот это бьется током то есть это просто тряпка намотанная я сделаю туда какой-то прозрачный скотчик для того чтобы катя просто когда готовила ну то есть она прикасается ногой и такой легкий микроток не очень приятный все это замотаю чтобы выглядело не так колхозно и прозрачно квартира практически в идеальном порядке осталось разобрать вот этот чемодан ну и вот тут по мелочам все у нас чистенько хорошо прям пол скрипит я несказанно рад и врубил вот эту штуковину давным-давно я об этом рассказывал купили мы его где-то полгода назад потом я забил на него и сейчас снова включили прикол в том что когда его врубаешь и он поддерживает микроклимат квартире ну влажность в районе 50 55 процентов вот прям дышать легче и спать очень хорошо то заметила помнишь да ты когда приехала не вырубил прям вообще кайф до поддерживать вот эту как бы влажность сейчас квартире для понимания 37 процентов так давай фокус наладить вот видно 36 37 он в автоматическом режиме после того как наберет 55 процентов он будет не такой шумный то есть прям там вентилятор будет тихо работать поэтому ночное время проблем никаких не будет и плюс тут еще есть отдельно ночной режим он очень тихо работает еще помимо того что самочувствие лучше вот эта пыль не летает по квартире то есть все покрывается влагой и при этом стоит двадцать пять тысяч рублей но сейчас может быть уже даже дороже не знаю те же цены поползли вверх все квартире будет влажность такая но я вот эту модель брал на 40 квадрат 40 квадратов метров здесь на ней есть 40 не прошло и полутора часов вылезли из дома катюша собиралась я убирал собирался как на свидание я собиралась быстро я долго убиралась ну чё ты вырубил камеру я две тарелки помыл мне кажется я герой тут холодно силу машины да хотя 9 градусов пишет ну чё сначала миллион мелочей а потом мебельный какой-нибудь чё еще делать будет я кофе хочу импортозамещение по-русски мы теперь ездим за кофе торговый центр клён ну там неплохой кофе это правда не просто время было лень сюда заезжать но офигенно я об этом много влогов говорю с возьмем все капучинка а катера и очень понравился только другой вкус какой-то выберет он конечно стремноватый и снаружи внутри нам там ничего покупать не надо какая-то красивая у меня бери соленую карамель катюша решила попробовать вкус соленая карамель ну давай делись мне больше нравится чем ежевика может быть еще что-то попробовать потом а я зашел себе ну там напротив был магазинчик где продавали всякие батарейки и прочие штуки взял себе вот такие наушники за 500 рублей нафига они мне нужны для монтажа исключительно то есть у меня очень часто earpods разряжены так я сейчас экранчик подниму и нужны какие-то наушники у меня в маке ну только type-c по супер разъем и наушников нет нет там lightning там некуда их ставить есть отдельно нашел переходничок который стоит 800 рублей с lightning на type-c но мне проще вот эти наушники уж извините купить в прошении 500 рублей все это затычки возможно они не очень удобны но я эту компанию знаю она в принципе делать ну да под разные размеры они в принципе неплохие продукты делают сша давай я их попробую вот прям сейчас не для себя делаю у нас с тобой разные очень удобно за пятихатку не очень удобно а ты не помнишь ты можешь да не я так просто и длину заодно посмотрю он поткнул в принципе очень удобно не нормас вообще мне для того чтобы монтировать вообще огонь кайф а ты говорил что эти затычки резиновыми удобно не самые удобные потому что без затычек уши болеть начинают очень часто если форма не подходит я еще вот эти попробую которые здесь комплект едут просто для сравнения сейчас мы с катей едем на савеловский рынок хотел рассказать ровно две истории первое как я сейчас заезжал на заправку роснефти там была такая удивительная женщина взрослая она как будто из театрального училища вышла здравствуйте молодой человек вторая колонка заправлена как вы думаете на сколько литров сколько литров топлива вам лезло да да не удивляйтесь 50 литров ровно прям до грамма я сама не ожидала такая потом а вы картой лояльности пользуетесь я говорю нет как это не пользуетесь обязательно пользуйтесь там и скидки там и то и 5 и 10 очень прикольно это находится заправка роснефт рядом с останкинской башни и поворачиваем и потом направо на шереметьевку ну кто-то из москвы друг меня смотрит и не видел ее просто прикольная дама и второй момент я немножко расстроился мы хотели с регистратора когда ездили с катюши из брянска в москву слить видос где я чуть косулю не сбил к сожалению блин все это дело перезатерлось то есть у меня там флешка стоит на 64 гига вот мы катались катались там же как файлы перезаписывается цикличная перезапись и к сожалению остался только вчерашний день очень же прям записали время запомнили когда это случилось я хотел вам последующих влогов просто показать этот момент как тоже расстроилась до катюш прям немножко чуть не заплакал ну-ка я говорю на тяжу голове все равно все дело осталось нет я ничего не запомнил очень жалко да ну там момент конечно эпичный ребят серьезно вот на видео вот прям вот крестах где убер стоит это косули было немного левее я собственно вправо дал руля это косули замешкалась но ты помнишь да и все-таки помнишь нет ничего не помню ничего не помнишь но я тебе просто напоминаю как эти события происходили и были стрёмно было я как дал просто так ну пол имеется ввиду тормоза и успел объехать там еще в комментариях писали себе избил мне бы штраф назначили я был бы конечно прикольно я может быть и раньше бы ее увидел эту косулю дело в том что ехали встречные машины и автодальние у меня не работал в тот момент когда на ближнем плюс это косуля если помнишь она цвета была такого как асфальт как асфальт реальные них хера него видно вот и я даже запереживал вот я ее объехала сзади еще кучу машин ехала как бы ее там не сбили то что она реально замешкалась от обратила внимание замешкалась она даже не повернула голову на нас она шла так гордо она как будто спокойно как русски была уверена что она бессмертная да ты обратил внимание что с правой части в правой части там еще были нет серьезно да там еще были ни одна такая они видимо переходили с тайкой ты правда не видел я думал ты это увидела то есть там когда она вот здесь была и вот где-то там еще в темноте несколько я увидел я увидел этот там трех сумма ну так он взял это или ну ты испугалась просто сидел а потом как только мы проехали весь этот момент это сразу давай звонить маме сестре мы косулю чуть не сбили а ты сказала мы косулю чуть не сбили зачем так пугать вот поэтому момент такой был достаточно интересный да очень жалко повторюсь что не получилось заснять этот момент ну ладно катя говорит все давай снова иди ищи косулю говорю да прям ровно такой же момент я повторю чтобы она стояла посередине где-то и я ее объехал тоже нажал педаль тормоза в пол и объехал ее справа ну такое конечно невозможно что у нас по погоде 11 градусов принципе тепло небольшой дождик пошел катя опять начала смеяться то что все погода узнала что мы в москве одуплилась и все теперь никакого солнца вам вот он дождики вот вам тучки наслаждайтесь ребята и сейчас где-нибудь сочи солнышком брянске солнышко во всех областях солнышко и москве ради интереса посмотрите в брянске вот вот серьезно прям вот интересно понаблюдать за погодой брянске 14 градусов и светится а сочи сейчас посмотри в сочи а че это плохо но все равно солнце один один с градусов слушаю москве тоже один с градусов то есть брянске сейчас теплее грозный солнце 16 градусов баку солнце 12 градусов чё там еще и санкт-петербург солнце и 6 градусов не уж лучше 11 градусов и без солнца чем почему-то москве показывает сейчас солнышко я пока вижу только тучки так что дворники нужно вырубать тихо этом перепонки интересные лопаются чё такой давай вот куда нибудь где краснота вот прям совсем лютая да и 50 градусов катюш это твой рай привела в евродом но тут много всяких приколюх и посуда и все для декора в общем и залипли сюда я думаю на часик ну ладно полчасика тебе дает часики я не вытяну красивые конечно вещи но ценник такой высокий смотри он там написано на что это такое 3 4 120 это вешалка но развлекайся катюш даже не уходишь нет 1800 красиво это конечно для зубных щеток но я бы сюда кисточки всякие от косметики не вот это неправильная форма геометрического очень классно тоже неплохо смотрится с деревом красиво на очень это бамбук что ли 2 370 офигеть но я тебе говорю магазин тут такой не дешевый иди загадка как думаешь сколько это хлебница стоит не открывает но не 30 конечно но подожди она не успела сфокусироваться да причем она из такого материала я бы не сказал что она прям плотная а денег стоит капец кто не знал фирма пижо начинала с кухонной утвари иди к папе ну как вы уже поняли заехали в бургер кинг снова есть гадкую еду мы что-то зачастили это правда но так вкусно мимо проходим блин ну давай креветочки я смотрю на катю когда она берет эти креветки думаю блин джуниор воппер воппер джуниор без лука с дополнительным сыром ну как как я буду его есть без картошки дай мне пожалуйста салфетку и соус придачу естественно и мериду захватил но я только себе это за что салфетку вот она тебе положила спасибо я взяла себе такой креветосы и сырный соус самое вредное из этого это сырный соус креветки не такие вредные ну вы знаете я очень часто не показываю домашнюю еду едим то мы в принципе нормально катюша хорошо готовит но почему-то пока не траванулся да вряд ли отраванусь но вот что-то так получается что записывали исключительно пастфуд и люди думают что мы вообще с тобой просто в разнос ушли только пастфудом пытаемся но это не так с утра у меня всегда стандартно каша катя не против до водичку я два стакана выпиваю стабильно с утра потом мы очень любим а я не помню память как у рыбки что-то говорил и не знаю просто мысли вперед бегут не против супов ты то есть мы в обед часто можем заехать в какую-то теремок и съесть суп почему говорю заехать потому что ну дома мы не сидим вот что у меня что у катя шила в жопе мы не можем на одном месте у сидеть долгое количество времени вот а вечером на чем и вечером едим ну то что-то готовишь так я не могу припомнить и очень приезжаем очень поздно то мы уже как бы покушали где-то в т.ц. а если мы приезжаем пораньше туда я могу чуть приготовить мы поедим дома еще хотел сказать что часто вот люди спрашивают в комментариях как вы это едите и почему не толстеть у меня вот конституция такая я не могу толстеть вот я всю жизнь ем ем не ограничивай себя абсолютно вот кто давно смотрит канал знает что я жру как конь вот не толстею все да у меня есть тут пузико небольшое ну такое типы нет у меня кубиков здесь красивущих просто ну обычный обычный живот так скажем вот а не знаю не получается очень потолстый катя тоже питается принципе не ограничивая себя просто такая конституция я заметила чтобы мне поправиться мне нужно очень много заниматься физическую нагрузку себе давать прям такую хорошую не час там два раза в неделю прям каждый день и и много тогда у меня присыпается аппетит я начинаю очень много кушать и скорее всего это все приходит мышцы мне так кажется потому что я вроде если поправляюсь то я не становлюсь толстым меня нету жира у меня все так же кубики на животе остаются у меня все то же самое такое становлюсь побольше чуть-чуть это уже известный факт то что жир весит меньше чем мышцы и ты может на 7 килограмм быть тяжелей но при этом у тебя ноги плотные руки плотные такой ты высушенный сильный да мне просто нужно заниматься спортом если захочу немножко поправиться у тебя какой вес 40 шире тире 45 а у меня вес 66 67 вообще мой комфортный вес которым себя прекрасно чувствует эти это 49 50 сейчас мне где-то 45 но все равно нормально ну ладно после разговора давай перейдем к пиццу всем приятного аппетита картошечку зала но все давай остановлю youtube ты смотри какой премиум стол нам собрал просто смотри да безалкогольные сухарики семечки немножко чипсанов а еще дошек тебе надо сделать с мазиком фу нет ни дождик ни мазик не хочу ну че вкусно да спасибо да я хоть пиво попробую ну-ка давай ну